Друзья, всем привет! На связи Панасюк Николай. В этом видео мы поговорим о том, как восстановиться после алкогольного отравления, либо же просто быстрее восстановить свою мозговую активность и физическую энергию. Поэтому смотрите видео до конца. Давайте разберемся сразу, как восстановиться быстрее после алкоголя. Первое, конечно же, нам нужно добавить максимум абсорбентов энтеросгеля полисорбу. Что это за страшные слова? Это те вещества, которые впитывают в нашем кишечнике все, что непригодно, да и на самом деле даже годно, и выводят с нашего организма. Если в вашем организме было достаточно большое количество алкоголя, то это может еще остаться, даже если вы тем более кушали во время алкоголя, в вашем кишечнике. Для того, чтобы это помочь быстрее вывести, чтобы оно не впиталось в кишечнике, вам поможет либо энтеросгель, либо клетчатка. Я не рекомендую применять полисор, потому что он довольно-таки сильный такой, совковский препарат, довольно-таки сильно влияет на кишечник. А вот энтеросгель и клетчатка гораздо лучше влияют. Например, 1-2 столовых ложки с обильным питьем разводить либо в стакане, либо просто запивать минимум 300-400 миллилитров воды. Второе. Это дефицит жидкости. Создается в нашем организме, когда мы с вами потребляем алкоголь. И следовательно, нам нужно восполнить эту жидкость. Помимо жидкости нарушается водно-сольовой баланс, то есть определенные микро-макроэлементы. Сейчас я про них проговорю, что конкретно нужно добавить. То есть, когда мы выпиваем алкоголь, организм думает, что это вода. Поэтому он активно начинает выводить жидкость. Но по факту это не является жидкостью. И поэтому у вас на утро может болеть голова, может отвратительно быть состояние, нет энергии, отечности и так далее. Чем меньше жидкости в организме, чем больше он запасает, тем больше отечности. Так вот, чтобы восстановить водно-солевой баланс, необходимо добавить либо регидрон, разводить одну пачку на 1,5-2 литра чистой воды. И в течение всего дня это восполняете. Либо же дополняете гидрокарбонатные воды. К ним относятся ясентуки-4, ясентуки-17, рычал-су, нарзан, донат. Это самые распространенные воды, которые вы можете добавить для восстановления водно-солевого баланса. Тем самым в вашем организме будет и жидкость, и те микро-макроэлементы, такие как натрий, магний, хлор, которые как раз-таки содержатся в этих минеральных водах. А рассольчику с утра раньше пили все время? Ну тоже в целом окей, за счет как раз-таки натрия. То есть там достаточно большое количество соли. Он немножко восстанавливает, но он неполноценный. То есть гораздо лучше минералку, там больше и натрия, и хлора, и магния, и прочее. Окей, утром проснулись, выпили эндросгель, добавили водичку, регидрон, гидрокарбонатные воды. Что дальше? Дальше с первым приемом пищи я рекомендую добавить обязательно жиры, обязательно добавить лицетин, который помогает опражнению желчному. Зачем нам это важно? Тем самым мы с вами быстрее выводим все вещества, которые у нас проходят через печень. То есть желчные кислоты формируются в печени. Так как у нас попало в печень очень много алкоголя, это все будет вводиться через желчные кислоты. Чтобы спровоцировать этот процесс, может помочь в первом приеме пищи большое количество жиров и дополнение, например, лицетина. Дальше, для того, чтобы почувствовать энергетику, конечно же, добавить лучше янтарную кислоту и тот же самый лицетин, который мы обсуждали в видео про мозг. То есть еще раз, лицетин, янтарная кислота, глицин. К сожалению или к счастью, вы достаточное количество лицетина, глицина и янтарной кислоты не получите с пищей. Именно поэтому лучше всего это взять в аптеке и дополнить на пару дней, чтобы быстрее восстановиться после алкоголя. Если вы будете применять эти три шага на протяжении всего следующего дня для восстановления после алкоголя, вы вечером уже этого же дня будете гораздо лучше себя чувствовать. А если примените эту же схему на протяжении следующих еще двух-трех дней, то будете гораздо быстрее восстанавливаться и мозговая активность будет восстанавливаться активнее. Если вам сложно восстанавливаться после алкоголя, это уже серьезный звонок о том, что печень работает нестабильно. И это уже говорит о серьезных дефицитах. Именно поэтому обязательно скачайте чек-лист, который есть внизу к этому видео. В этом чек-листе как раз-таки и рассказано то, что поможет восстановлению фаз детоксикации за счет восстановления фаз пищеварения. То есть, когда у вас ЖКТ будет хорошо работать, печень будет хорошо работать, она будет легче справляться с алкоголем, даже если он поступает. И более того, после применения этих рекомендаций, которые описаны в чек-листе, вы почувствуете себя более легче, здоровее и энергичнее уже через месяц-полтора применения этих шагов. Благодарю за просмотры. В следующем видео поговорим о камнях в желчном. Это может преследовать абсолютно каждого человека, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить это видео. С вами был Панастюк Николай. До встречи в следующих видео. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok